не забанили джакса и поэтому они я забыл так народ голосуем кого мы выбираем тима зайчика либо гея джарвана бесплатного гея джарвана я бы даже сказал давайте пишите народ тима зайчик или гей джарван у диртан дамир сарака мордекайзер но это как обычно джарван тима гей джарван джарван тима тима блин да фиг вас поймешь народ так тима тима так тима 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 джарван гей джарван гей гей с большим отрывом побеждает джарван гей походу так-то тима зайчик джарвана какая пассивка там нет никакой ауры надеюсь все джарван гей сейчас всего нормального настоящий мужик с вами друзья не переживайте новую телочку народ будете так говорить девушки не будут стримить с ними надо ласково нежно ну по крайней мере когда вас много она одна хаос ты вредина так чё честное голосование что я могу сделать так мы смотрим ну чё это такое ну тоже конечно голубой в принципе тоже можно простить два джакса причем shadow с ревайвом то есть типа у него хитрая страта даже если он умрет он с большой скорости при движении придет у нас уйдет но учитывая то что здесь игна это когда вы убиваете оппонента вы можете быстро забрать дракона что тот даже ревайвенца особо не успеет посмотрим что из этого получится ну я не фанат ревайва давайте смотреть нового по моя фаза закинуть такой плагиатор вообще джарван чистый плагиат и зачем этому тарику копье такие пики непредсказуемые ах ты тролль напишу я давайте танцующий джарван поэтому так смеется не такой скин бесплатно ух ты смотрите как тут 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 нормально такой танцор короче надо уже 6 банов делать от босс все народа действительно а как с ноги пинуть а с ноги только команда пинаешь ты копье носит долбаный ну ладно пусть не лучше птима зайчика взял читает какой-то неинтересно ну ладно мужик кустах тот наверно тоже каких-то кустах и гнин затащит давайте чуть тоже ревайв для провода же поучаствую в беседе овнет он не у меня лагает хз страна геев да вообще не говорит ну илья миоз вот пашка показал сейчас всем что если ты играешь действительно хорошо если твой уровень 1600 1800 1900 ранге то ты затащишь большинство игр с любой командой так что надо следить за своим скиллом тащить на линии гнобить на линии главное гнобить на линии и не нервничать если ты нервный как я например то не играй своего ранки да и не парься жак что ржет хватит ржать да блин пункта свить чуть дм5 смайлик дм5 нормально ладно мне мама больше сварила of скажи ник скайпа приздаваю подскажу насчет велика да ешкин кот подскажешь насчет велика вот незамечательно ты skype а вот здесь вот что ты такой мы и потом какая-то палочка потом наклонная палочка в одну сторону в другую ну короче нормально где халявы я про скин так всем далее у кого хотя бы золото где морж морж плавает очевидно они там играют лучше вы правда тима внешне тима зайчик реально крутой скин не потому что там фанат аниме или прочих фигни ну просто действительно забавно он смотрится что там все с мечами с топорами а он такой забавный но я думаю вы поймете если я сейчас не буду особо серьезно подходить к началу матча то есть все будут фармить вряд ли будут драка если будет драка мы с вами это узнаем пока по кликам все с блат вот сейчас шаду если вы помните в прошлый раз он играл в полуфинале там был jackson jacks и он как раз таки был с ботинком и проиграл он гладиатору здорово с блэйдом сейчас он взял дурнс блэйд для того чтобы получить преимущество сражений то есть конечно у него минус по скорости передвижения курина связь с бонус мальчик девочек а нормально смотрите-ка я не знал я не знал пассивку дарон он что-то сейчас такой сильный что пипец а давайте кинем флаг в магазин вон вновь в нос этому на носатому мужику о прикольно зашли в магазин и кинули в но почему не в нос я в нос хотел ну ладно чудо о попу такой не очень ловкий трюк не куплюсь пожалуй так ну снова разошлись то есть пока не очень реализовал свой доранс блэйд но с jacks потому что jackson jacks хорошо бы конечно побыстрее ниндзя таби потому что один дополнительный уворот даст вам очень много к тому же армор то есть 37 армора сейчас у этого парня у этого парня 52 то есть видите что у него руны чего у него руны у него красные а.д. и броня и м.д. с первым уровнем нормальный выбор ну чтож выбор понятен нужна ли помощь так нужна села и велики народ больше пока но еще не смейкер полула в принципе нужен но что-то сисмейкерами полула беда то есть много кто хочет но кто по-русски писать не умеет а кому надоедает после первой новости я не знаю я наверное уже в общем сложности часов 30 потратил на то чтобы искать не смейкеров учить их и соответственно там ну пока с правами там объясняется чего как как писать пока рекомендацию к не смейтерам объемную составили за три часов сколько за 30 часов сколько водов можно записать скоро вас ждет вот по 5 на 5 мне уже тут тут целая очередь уже выстроилась раньше я постоянно выпрашивал реплеи у сильных игроков а сейчас тут уже целая очередь я имел неосторожность добавить друзья киза теперь у меня просто закидывает реплеями репорт раму савка прикольные эти знаменитые стандартные шутки в один на один я их первый пошутил еще на прошлой трансляции типа я первооткрыватель а остальные не очень уже повторяют за мной это прикольно ну чё то они опять не дерутся я пока пошел смотреть комменты этот купил датч ботинки блин еще раз ник не успел видеть ни один джин а второй in shadow через нолик добавьте передавай уже два раза но пока я не буду никого добавлять после трансляции смысле всех добавлю переживать тук-тук отчеты в пролете лёте ну ты . блин да что-то вас много насчет не смейкера даже ты даже умеешь писать грамотно по-русски идти не надоест это через полчаса парень который потерял джарвана смотри она тебе надо вот и я согласен к это корона вообще корона сделаны из алюминиевой проволоки так что нас разговорчивый попался разговорчивая вражеская команда вот ну первый вывод пока все бегали туда-сюда миджин забрал красный баф да ёшкин кот во сколько уже ну ладно если ой я чокнулся сам собой наверное схожу с ума постепенно за три часа трансляции точнее за 4 50 ряды сильный парень вот то есть исхитрился миджинчик забрать красный баф молодец по не добил моба ну ничего он стать еще вообще не закупался то есть сейчас кстати можно пойти на одну интересную точку под названием дракон потому что оппонент очень далеко но он не стал этим заниматься хотя нет смотрите он пошел на дракон он уже его почти добивает вот если сейчас он шаду придет если сейчас он шаду придет наверх сейчас он шаду проверить дракона ну проверит дракона говорю но это была как дешевая проверка на то что кто кого слушает она вообще не увенчалась успехом и не понятно ну ладно здесь лантерн для того чтобы быстрее добивать мобов то есть она не даст такого преимущества в замесе как сабля потому что сабли сабли вы решаете когда он драться на другой стороны у джакса здесь красный баф и все неплохо так здесь джакса нас через два дурнс блэйда это неправильно потому что он вообще не дерется правильно что у него сапог плюс 2 то есть надо инвестировать пока в скорость передвижения в скорость фарма и фонарь эту скорость фарма например дает то есть драться пока нежелательно дурнс блэйда же для скорости фарма вам дают только дополнительные 20 атаки конечно прикольно что дурнс блэйд дает целых 130 хп джакса это конечно круто но не является основным а здесь фонарь то есть можно дракона быстро забрать так то пока ты дойдешь до дракона пока ты будешь на нем настакиваться столько время пройдет но с другой стороны здесь вард для того чтобы на него прыгать и к тому же он палец центр то есть двойная функция к тому же что еще надо сказать что джакс у нас если нас такается на бафе сейчас он победит один из джаксов это точно победит того что у него лайфстил то есть вместе с лайфстилом с 10 стаками вы врага изничтожить и хотя вроде вас поймали на бафе но вы в этот момент просто возьмете убьете оппонента у вас будет дочь у вас будет 10 стаков не все отлично так ломает джакс линию продавливает встречает вражеского вражеский забрал дракона и один баф на второй бы у него скорее всего времени бы не хватило опять не джина это опережать своего оппонента по скорости и написал он так надо подвигаться смотрим что здесь армор с этого дела да то есть также руна на mdf у нашего джакса 41 атака руны на атаку опять таки ну надо ну как вы знаете у джакса первый спелл у него скейл 1 1 2 спелл там что-то 0 4 по моему фонаря надо не знаю но тоже но и все четыре спала джакса скалируется от а.п. это тоже прикольно о поп-оп-оп-оп а какой мандражный круг не по правилам и джинси пытается потролить забирает еще одну точку если смотреть по могам то 105 на 71 но на самом деле здесь по деньгам скажу вам по секрету пока побеждает инша да потому что он забрал дракона это 13 мобов плюс он еще забирал лес мы это не видим но не то что побеждает но одинаково примерно рамусков не по правилам хаос не отмечает работы завтра будешь по москве в 12 скайпе завтра в 12 завтра часа будто вряд ли посмотрим может буду всех видит пашкин стрим . хорошо бы сегодня конечно болтать на счет всех этих великов так ну чё смотрим сейчас конечно верхнему джакса ни в коем случае не стоит нападать ему стоило пойти на красный баф на стакаться на нем и когда мейджин бы пришел у него уже пропали бы стаки это вот непонятно он сделал хотя что фуха вот вот этот джакс ошибся иншаду сейчас несмотря на то что мейджина 11 в отличие от 10 было бы что здесь иншаду забирает красный баф получил 10 стаков получил дождь приходит мейджин у него нет ни стаков может быть дождь еще остается если он успеет прилететь и прямо прыгнуть то скорее всего не успевает то есть мы с даджо мы со стаками и просто изничтожаем оппонента несмотря на то что 10 лево но почему так тому же у него 148 атаки а здесь 138 то есть есть некий плюс конечно вас будет бить ящерица но очень много ластила вы видите сколько посох кстати все время забывают 12 плюс по 3 отмечать 18 на фонаре на сколько ластила дает фонарик тоже 18 одинаковое количество ластила дано форма фонарь нормально за рецептик 150 монеток раньше вообще 75 было то здесь у нас более стандартный джак через саблю ну надо не забывать что джакс уже порвал бобра от гладиатора джаксик не решается пока бить таварку то есть хочет встретить своего оппонента потому что у него есть красный хотя до встречает и дерется хотя он давно не закупался это минус но оппонент бежит бежать от джакса конечно сложно у которого есть красный баф здесь прыгает еще раз мейджин очень мало хп его оппонента поэтому он может напасть но что есть экзо стигнает он мог бы напасть и убить по таварам но почему-то он не стал это делать но потому что он играет размеренно спокойно тем более джак сейчас будет отступать и мейджин сломает таварку тоже весомый перевес то есть да так возможно кило возможно вас еще тоже замочат тому же у оппонента есть ревайв а так стопроцентная таварка так что вот все серьезно и хорошо джак сейчас не надо бояться надо бить таварку то что у нас так она и убивать оппонента хотя есть ваши крипы но крипы сейчас тоже сильно дамажен нормально 10 лет поэтому джак сейчас хорошо бы убежать но нет он кидает свой взрос решает подраться успевает застали час кто первый застанет тот победит первый станет мейджин и поэтому убивает своего оппонента тут зарешал конечно не гнать от прибегает сразу же джакс пишет вот это лол но скорость еще большая сейчас будет еще один прыжок и получил красный балл нормально прыгать мейджин получает станция как только джакс прыгнет кто первый застанет сейчас посмотрим включается здесь фонарь скорость тоже маленькая прыгай давай давай прыгай но нет все уже опустевать прыгнуть станет и добивает саблю кидай саблю саблю кидай говорю нормальный без саблю убил ну вот в этом сила ревайва то есть и вы видели гнает вначале вообще не решает решил решила то что у мейджина быстрее накопился стан либо он быстрее его заюзем четко сработано написал види ну вот насчет полезности ревайва тоже я помню кто-то троллил дурачка за то что тот взял ревайв мой встал что сидеть надо постоять нормально так и сейчас спокойно in shadow заберет леса заберет дракона то все это понятно то есть счет 11 и по башням конечно перевес у мейджина там убиты дракон не стоит забывать здесь джарван к тому же бесполезный то есть рамос ты посильнее будет выйти так не джинчик покупает уже себе почти хикстэч то есть он не закупался вот его минус то есть он остался там здесь уже джакс у нас на 100 коней с драконом и еще и с красным был красный баф он получил от этого здесь недобитые волчки недобитые чем джакса вот прям как как чувствовал что мейджин туда придет сейчас мейджин забирает себе зеленый быстренько причем забирает и будет у него хикстэч что там по деньгам смотрим 153 на 105 впереди покрепа мейджин но там два дракона это еще 26 мобов причем еще мы не видим лес ну одним словом мейджин денется там плюс 200 голды то есть часто джак нереально закупила хотят у него всякие дронс блэйды что вроде по деньгам у него все хорошо айтемов немного но сейчас он уже хикстэч он должен купить полный хикстэч полный хикстэч тебе да сейчас джакс потерять очень много мобов зато заберет красный поставил он еще один страховочный вар чтобы если что спастись а это джакс еще не закупился но у него принципе красный ему не так нужен но конечно хорошо если вы не дадите вражескому джаксу красный мейджин сейчас надо ловить своего оппонента потому что тот не закупился сейчас он стоит за забором и ждет появление оппонента но оппонент 100 процентов уже на бою сто процентов на базе до почти 100 процентов и сейчас надо мейджин конечно падать хотя оппонент на стакан у оппонента 7 8 9 стаков но тут сбегает на вар не знаю можно было попытаться подраться а хотя нет 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 нельзя было тоже здесь здесь мобы мейджина пойти здесь могу иншаду поэтому не хорошо было даться но с другой стороны с большим шансом доджо нормальный рекол с большим шансом доджо в принципе не настолько важны крипы вот когда сортов диван каждый из джаксов покупает то есть какие ключевые здесь моменты брать не брать гуинсу то есть это зависит от того насколько велика вероятность что вы на 100 критесь потом еще понятно что нужен хикстейч потому что он дает слишком серьезное преимущество позволяет или убежать если что или догнать здесь докуплен хикстейч но непонятно здесь просто плюс фонарь у хотя фонарь дешевый 2 дорона это уже 900 а фонарь 1500 всего лишь 1600 так ну джакс фармин все спокойно прыгает этот джакс и расходятся все странным красный баф здесь кончился мейджин то на стаканы непонятно мейджин у мейджина сколько там стаков у мейджина уже нету стаков а у иншада вот уже они кончились здесь выстреливает пистолетиком снова драка крипы и крипы от мейджина поэтому постоянный стан сейчас будет прыжок стан экзост прыжок стан и минус мейджин нет успевает этот прыгнуть а здесь столько ударов от от вышки получать иншаду и поэтому отбегать мог бы конечно преследовать но не стал да нормально нормально что ему сказать но у сабли как вы знаете радиус намного меньше чем пистолетик и дома что на меньше ну почти убил своего оппонента сейчас пока счет все еще 11 ревоева нету иншада так что если бы убили было бы отстойно но сейчас варианты собирая ну лучше всего собирать с вортов дивайн потому что тогда в битве один на один без монстров сто процентов победит обладателем на диваном потому что оппонент просто не сможет задоджить его атаки и соответственно у него не будет стала на целую секунду а учитывая мизерный когда 3 скилла стан на секунду невероятно важен там когда 4 4 секунды если там чуть когда у вас есть shadow здесь забирает мобов не очень удачно побегал кстати кончился у него красный баф если не кончился то он бы победил ну и сейчас можно забрать верхние точки миджин это понимает и поэтому понимает джакс спокойненько отошел сейчас джак заберет тебе бабку он не берет уже бесполезный смайты это нормально это правильно сейчас насчет заберет а вот даже зеленого волка здесь не забрали миджин хочет забрать таким овок под таворка это правильно потому что волки от него никуда не убегут вражеский джакс вряд ли настолько обнаглеет что будет их забирать просто потому что у него нет манны а значит не будет возможности сделать дочь диван очень сильно артефакт сколько он там два косаря стоит а дает невероятное преимущество в битве джакс на джакс дает пенитру учитывая что брони тут ну 130 брони конечно много но все равно пенитра решает так вард для того чтобы оценивать что ли как лучше конечно такие варды ставить здесь потому что он позволит вам эскейпнуть либо догнать врага так смотрим что здесь здесь будет гуинса также как и в прошлой игре от джакс собирает гуинсу ну то есть если не джакс гуисой нас так лица его будет сложно убить даже с диваном но зато если миджин поймает оппонента в монстрах то он его изничтожит вот сейчас вот есть без монстров и сейчас джакс просто прыгать поставил варк прыгнул на него молодец халявный флэш что ему сказать грамотно да грамотно сэнги рамос написал саду долбанный тролль так же появляется дракон на этот раз его забирает не джин и преимущество его сторону уходит сейчас отойду так пока я выходил здесь моя команда сломала таврку молодец зря времени теряла джарванчик снова побегает так что там помогу смотрим снова надо обязательно этому джаксу закупиться потому что у него наверное 2000 джакс реколается в наглую 1855 не угадал я щас этому джаксу хорошо бы настакаться и прыгнуть но он просто не успевает это сделать хочется купить гуинсу здесь будет диван хорошо что различие стратегиях и ракушка можно сделать петлю очень конечно это хороший вариант потому что вы снимаете экзост и к тому же джакс очень много дамажит магии из артефактов на магию всего лишь несколько которые ну хотя не то что всего лишь несколько но по крайней мере улучшенный негатрон в петлю увеличивает им рез то есть мало того что вы будете снимать будете снимать вражеский этот экзост просто видите ракушка дает 48 а это 56 а вот банша дает также 48 а 50 50 ну и кризис ну нормально оба джак драка 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 джакс на джакс и вражеский джакс опять а нет вражеский джакс на джакс уходит пытается здесь снова варты сейчас он снова прыгнет и скажет сэнки рамос также ставит наш вард мейджин бежит просто под фонтан ну а потом думать блин а выход то откуда вход то понятно здесь а выход где выход только через крышу пришлось уходить здесь там можно даже побыстрее собрать петлю но здесь я этому нужны хикстач нужен но если только собрать сабельку например не собирая револьвер купить петлю тоже хороший выбор очень много магического дамака джакса когда у вас сотни мдф а все неплохо конечно физом джакс в битве дамажит больнее но магический дамаг тоже не стоит забывать когда у вас 137 армора то даже преобладает чуть магический дамаг наверно снова escape вард ставится который опять-таки палит красный ну фонарь причем фонарь надо реализовывать здесь почти гуинса будет разумно до битвы любой и дофармить поэтому мейджин может спокойно забрать верхние бафы пока здесь будет дофармливаться гуинса мейджин чувствует себя сейчас посвободнее потому что в любом месте на карте где бы они не встретились он победить сражение поэтому и стоит собирать диван как вы знаете когда вы его активируете ну во первых видите каждая ну короче 25 атаки можно сказать плюс 25 атаки магической ну и главное что 30 м пена и твои атаки не могут быть задоджены а это значит что джакс теряет свою силу 3 сплава петелька и вот наш джакс готов убивать это идеальный затар для него ну фонарь фонарь просто для скорости фарма то есть он окупается и тому же еще дает положительные бафы плане атаки и так далее так печалька и вот так ну ладно досмотрим матч не будем откликаться на комментарии пока так здесь у джакса гуинса хорошо бы ему купить диван потому что он обрекает себя на терпение жесткое терпение крипах сейчас он не успевает защитить башню хотя не знаю и джин мог на голову нанести несколько ударов а потом отхиляться на крипах но на крипах но он не стал это делать очень жестко он ломает таверку и вражеский джакс просто не может подойти хотя здесь есть конечно крипы диван будет бесполезен но посмотрим что получится в результате этой драки сразу же снимается экзост и экзост есть здесь видимо ультует у нас джакс разрывает своего оппонента очень мало хп у этого джакса остается быть ломать ингибитор но понимает нет у того же ревайв и бежит джакс подрываем а вообще здесь еще этот кружки от фиксильвера джакс просто бежит оп 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 давай прыгай не знаю заюзла ли он конечно пистолет свой опа прыжок джак ставит вард эвакуируется здесь ворда видимо нет а нет варте есть варте есть оба вард снова прыжок на вас вот эта красота за джакс прыгать на и но в этот джакс получает дочь но тот джакс его с прыжка добивает да молодцы счет 22 хоть здесь сломана башня но и shadow очень хорошо сопротивляется и сейчас может сломать принципе вот на 100 к цена эти а уже свои монстры любит особо думать ничего не надо ревай фрешит вообще до ревайв неплохая тема в том плане что позволит вам сродиться но зато битвах то все равно будет побеждать этот джакс а там уже главное свалить ну оба относят варды и оба на них прыгают игра достойна всяческих похвал они молодцы конечно обязательно это видео выложу главное чтобы она записывалась и сейчас этот джакс просто срубит они не срубит он вышку где джакс наш а 19 секунд ёшкин код так еще минус ингибитор можно делать не знаю насколько это стоит я бы не стал добивать ингибитор но потому что просто джакси с будет фонарем гладиатор же рассказывал прям на стриме как он играл против флолита что тот снес ему два ингибитора но он купил тиамат джаксу и добивал крипов сейчас игра принимает такую интересную фазу что джакс купил сразу себе ап и немножечко видимо у вражеского джакса не так много мдфа сейчас два варианта либо бежать на красный а варт они палит красный не видно либо бежать на дракона тому джаксу в принципе лучше бафы и дракон но миджин не жил надо очень с опаской туда идти потому что если джакс настакан если ты встретишь настаканного джакса сами понимаете то есть если он придет сюда например очень ладно мешаю ой-ой-ой прыгает джакс уже с драконом уже настаканный станет его миджин но блин фражеский джаксов а здесь остался экзост сейчас посмотрим в итоге что будет прыгать джаксис кто будет первый станет главное на я постоянно нажимать вроде наш джакс зеленый побеждает он на всякий случай юзает quicksilver и убивает своего оппонента вот он сохраненный экзост то есть в том замесе он когда убегал он решил не юзать экзост чтобы сохранить его для этого момента сейчас его крипы пропушат в сторону шоколад не виноват и сейчас можно варта наверно вар есть если варс фонаря интерес чтобы сейчас быстро прыгнуть так крепы до ламы ингибитор и все мы делаем гг я получаю снова свои халявные пишки хорошо обсе обсе за правильных людей это было жутко очень-то битва просто валидол было давайте напишем битва валидол более нормально я написал авторитетный стример что я могу сказать 8 h5 значок меньше д ну все побеждает естественно не джин молодец ну смысле естественно не потому что это было известно заранее потому что он убивает не создал как оппонент возродиться напишем что ребятки хорошо сыграли они действительно очень хорошо все сделали то есть постоянные постоянно носили с собой варды постоянно на них прыгали давно я такого не видел конечно повысился уровень один на один с тех пор как я в него играл и это без сомнения радует что ребята не стоят на месте то есть любой из них порвет я думаю европейцев жестоко видите что перри фармил мейджин помогом ну и по деньгам принципе 32 счет до битва была жестокая но все решил один экзост вадим вас еще раз фастеров стрим будем его уговорить стример так все уже согласился он недолго ломался из него плак плохая невеста будет да вот у нас фишка стрима и вам вот он сохраненный экзост то есть если кота дивайн ок так так конечно так конечно то есть если у вас есть дивайна врага нет вы победите в любой битве на нейтральной территории без крипов но почему-то иншаду это не продумал и вот пошел свой гуинсу купил арморчик а вот арморчик вообще нормально в этой ситуации то есть конечно с магический дамага джакса есть на фи за много вот но можно то взять тормейл например было но тогда конечно тормейл очень дешевый слот минус то есть у вас дешевый диван дешевая петля дешевый фонарь фактически последний слот оставался на руках два слайны к голды было лол а чё ж ты не закупился то обидно вадима стрим пашет у меня на фонт написано чё стрим лагал да ладно или все норм было давайте скажите что все норм не ограничайте старика чё за not found 441 дюйвер не народ если благала точнее 500 юра чё за not found все нормально если по 500 юров норм 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 все отлично спасибо народ все 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 теорамус перри фармил дать что-то видите я 0 слотов а он вообще затащил рамус нормально да все все спасибо народ спасибо все 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 нормально хватит а говорят еще чат в воде блин если чат тут вообще так все будет заспамлена так они гонят я на 3g connect смотрел ну хорошо ну народ давайте последние несколько вопросиков и завершаем это благородное дело я был рад по стиме для вас устал конечно немного не поиграл за рэйвин ну чё я лучший морд в мире ну лучший один лучших морды кайзеров это наверное вот этот вот рекси который неплохо играет за него даже два года было где же это ладно короче вот посол очень хорошо играть за морды кайзеры и вот этот человек который за морды кайзера сыграл не знаю у у него наверно 15 аков на каждой майке есть морда и на каждой майке за морду как минимум не знаю 50 игр вопрос я люблю маржа что мне делать не знаю встретить девушку возможно все будет у чурет убрали трансфер потому что блин себе наверно перешли на вест дело игры со зрителями турнир важнее я думаю если проводить опрос интервью с победителем а точно победитель давайте позвоним победителю вот если его спрашивать он скажет ну я не знаю ну хотя победители сейчас тоже не очень давайте позвоним позвоним точнее посмотрим ну я бы на самом деле на его месте свалил бы пить чай полго у тебя хотят сейчас посмотрим опа алё алло здорово чемпион здравствуй вадим здравствуй вадим это ну вот попросили с тобой интервью провести но я уже так запарился что я буду задавать глупые вопросы поэтому первый глупый вопрос что ты думал в начале про ревайф и не изменил ли ты свое мнение думал о ло ло ревайф я победил а в процессе в процессе блин ревайф надо бежать а в конце ревайф затащил ребят я проиграл понятно ну очень был жесткий момент там у тебя было в два раза меньше хп но ты как-то сохранил экзост ну да вот если бы он знал что у меня экзост ушел бы после дракона да да такую вещь сложно продумать да 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 ему лучше было уходить а он на стаканый был в последней битве в начале ну да он же вроде прям с дракона прыгнул у него еще додж был заряженный даже так то есть у него 10 стаков было я что то не проконтролил этот момент ну он жестко начал сносить но я прожал всякие штучки штучки дрючки ну так виксильвер на всякий случай просто вдруг что ага ну там был додж какой то по звуку да вроде я уже не его нажал а ты когда играешь за джакса ты беспорядочно нажимаешь на е кнопку или ты контролишь там что-то смотришь ну не беспорядочно я слышу когда он прокает ну понятно ну значит я быстрее тебя за доджу потому что я нажимаю на е бесконечно мы с тобой дрались да 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 точно я это в процессе вспомнил и думал что лучше бы я промолчал ну ладно ну да ну да не но флолита правильно сказал ты машина так что с тобой не надо играть твои игры прикольно апсить но играть не надо сплошное расстройство вот ну как ты думаешь вот проиграл у нас гладиатор этому человеку его джаксу бобром удиром как думаешь тебе бы тяжелее было бы с удиром воевать или джакс на джакс аудиры я баню все время так что не тяжелее не тяжелее а как ты думаешь вообще вот удир джакс кто сильнее в этом противостоянии ну сложно сказать наверно джакс как-то мобильней все же такой может упрыгать может и нет плюс как-то удир все в миле бьет там доджев наверно больше как-то идет ну да за джакс я тогда за джакс ну вот джакс и победил хотя в прошлом полуфинале гладиатор а ты какие были твои чувства когда ты увидел что ты не встретишься с гладиатором не знаю может быть немножко расстроился а может и нет а может быть обрадовался да ну чего я бы с ним сыграл триндомир на триндомир вот весело бы было ну да около 68 минут наверное игра да ну да нет я вроде уже дрался тут с кем то хотя конечно другой уровень ну там даже это там даже не было мастерис критических мастерис там не было а ну да двадцать седьмой он был да двадцать да двадцать шестой даже по моему ну это да а насчет этого с воротов дивана вот как думаешь это ошибка не покупать джакс на джакс диван ну наверно не знаю факел мне кажется все таки нужная штука как-то сразу лайфстил там и все такое а два дарана блейда были как-то не очень ну да я так же в принципе сказал а как ты думаешь если покупать если забить на хикстейч покупать этот ну на быстрый хикстейч купить быстрее этот диван с петлей вот диван и петля это как раз стоимость хикстейча кто будет в плюсе неизвестно ну наверно диванчик победит то есть диван с петлей да ну если купил файл ну можно наверное такой да сделать вывод если ты купил уже фонарь то можно в принципе брать забивать на хикстейч покупать диван петлю да да понятно ну а ну ты как этот такой вопрос психологического аспекта ты когда увидел сетку ты проверил в какой части сетки находишься ты в какой части сетки находится тот же гладиатор либо какие-то другие сильные игроки или просто забил и смотрел кто у тебя в первом раунде конечно проверил там времени то сколько было сначала ждал минут 10 начал потом там еще были перерывы минут по 50 иногда вот кстати мы сегодня обсуждали были очень горячей дискуссии насчет того что делать с игроками которые играют больше 60 минут и вот я для общего обсуждения народу предложил фишку не помните говорил или нет про то что этот на 60 минуте принудительная драка на топе как думаешь это нормальная тема ну я ни разу не играл долгие матчи в принципе наверно максимум играл минут 25 так наверное нормально ну машина я же говорю что еще сказать ну да понятно так давай посмотрим я еще может есть какой-то сверх хороший вопрос это это был финал да хороший вопрос вадим еще стрим а насчет мордекайзера понерфленный мордекайзер как ты думаешь вот ты спаслом играл после нерфа мордекайзера как думаешь посол тебя накажет или не накажет ну смотря за кого все таки лисин мне кажется на уровень ниже вот этих основных бойцов как бы поэтому если за лисина то вполне возможно и победит а если за джакса джакс против кого джакс против морды а ну неизвестно я не играл такие бои кстати можно попробовать так стрим не лагал блин народ давайте умные вопросы результат конкурса фотографий уже был ты не знаешь был результат конкурса фотографий нет я не знаю что вообще такой конкурс есть я не знаю что такое фотография да окей так ну не знаю что тебя еще спросить то так сходу вроде все таки core item я тебя спросил core вопросы вот так когда я получу свои деньги такие вопросы в конце месяца получит свои деньги не оплатить мне завтра интернет получается нет не оплатите завтра интернет а премиум когда ты получишь завтра те наверно премиум дадут можешь радоваться премиум конечно будет не потестить без интернета я думаю оплачивать его вручную то есть надо было дотянуть кому-то из ребят этот до до 12 а там уже дело случая там уже только джарван мог бы задать футболу как 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 вопрос с подвохом как тебе новый скин джарвана бесплатный dragon ford лучше дарк форш dragon slayer который типа нет который в темной броне дипломатичный ответ ну ладно все спасибо за то что ответил на вопрос спасибо до свидания все народ это был чемпион этого турнира он же мин джин вот где размер горчичников прикольно корки тащит или нет как помню корки слабее вчера еще играл только за лисин да не играл раньше только зависим народ вы что во первых сейчас лисина банили часто он играет за многих персов просто тема в том что в прошлом турнире он взял ногтюр на который слабый что деньгами джин будет делать то там такие деньги что кстати это мы можем похвастаться что мы по моему единственный русскоязычный портал который проводит турниры с хотя бы с какими-то призовым потому что до этого самый большой призовой это был премиум на ей цели сами понимаете каких случаях губы но она уже не успела с твоим переломным моментом осмелись ответить что с покупкой какого-то core артефакта либо когда кто-то кого-то поймает на крипах если это про джакс на джакс промонки печаль ну ты скоро будет стримить сейчас там faster их постримит вместе с моржом и норм я же думаю что для вас самый интересный персонаж это морж так что но он все народ я прощаюсь с вами это был какой-то бесконечный стрим марафон течение четырех с половиной часов с перерывом на пол на 20 минут нормально жесткий конечно вышел печечный хаос марш рулит но я так ну да 10 действительно забавный чувак особенно когда он в игре всем пока до свидания мой да ладно только мир не марш и монка странно ну все ребятки давайте счастливого до встречи в следующую пятницу или возможно пораньше может из монки деньги на ведь не наоборот монка без маржа это все что-то сами понимаете то сказал морде можешь можешь был уже сегодня все ты пропустил человек-медведь все заходите на game z смотрите наши стримы завтра будет стрим сможешь решает все до свидания до свидания